Всем привет! Сегодня я для вас подготовила новинки Катрис. Сейчас передо мной и на мне в принципе тоже практически все, что вышло в новой коллекции осень-зима 2019. Здесь много интересного, есть тоже такие себе продукты, но в общем-то все как всегда. И хоть я и достаточно долго болела и пропустила много выпусков у себя на канале, но я сейчас вот стараюсь вернуться в полную силу и я надеюсь, что мы с вами все переберем, потому что в бюджетном сегменте вышло огромное просто количество косметики. Тут и Essence, и Катрис, и Golden Rose, и каких брендов только нет. Очень много у меня сейчас вот есть на тестировании, и я думаю, что мы в ближайшее время со всем этим разберемся, пока это еще горячие новинки. В любом случае, сегодня мы возьмемся с вами за Катрис, и это та косметика, которая вот только-только сейчас будет поступать на прилавки в магазины, поэтому я надеюсь, что этот обзор будет максимально для вас полезным. Ну и давайте сразу приступать. Как видите, макияж глаз у меня уже закончен. Я решила прям вот все подробно не показывать в макияже, потому что особо, в принципе, показывать нечего. Я сегодня использовала в том числе и новую палетку от Катрис. Кстати, сразу оговорюсь, вот это не настолько новая палетка, вот как все остальное, о чем я буду говорить, потому что вся остальная косметика, это прям супер горячие новинки. Вот это просто мне попалось в интернет-магазине, она позиционировалась как новинка, я решила попробовать и добавить сюда в это видео, ну раз мы с вами о Катрис говорим. Но палетка меня ужасно разочаровала, вообще в интернете она выглядела гораздо более привлекательной, вот эти два оттенка выглядели темнее, и мне показалось, что с помощью этой палетки можно сделать полноценный макияж. На самом деле, если вы меня спросите, как мне эта палетка, ну вот просто никак, вы знаете, ну вот совершенно никак. Единственные два матовых оттенка совершенно не сочетаются между собой, потому что один такой серый с каким-то легким болотным оливковым подтоном, а второй такой вот классический бордовый. Что касается металликов, ну вот тоже, вот я сегодня на глазах их использовала, и вот, ну вот абсолютно ничего особенного. У меня такое впечатление, что этот макияж уже выглядит блекло, хотя я макияж делала приблизительно три часа назад, то есть всего за три часа эти тени стали выглядеть, ну вот, как-то абсолютно никак. Теперь, что касается конкретно новинок, есть у меня тоже новая тушь, вот это именно новинка-новинка, которая только-только поступает в магазины, тушь из линейки Glam & Doll, вообще-то линейка именно не новая, но они каждый раз выпускают новые какие-то подразделения. Это Lash Colories Semi-Permanent Volume Mascara. Из этой линейки полуперманентной я уже попробовала гель для бровей, вот он обалденный. Если нужен классный гель для бровей, вот обязательно попробуйте Catrice, там и щеточка классная, и держит хорошо, и еще прокрашивает дополнительно. Что касается этой туши, то на мои ресницы сейчас не смотрите, потому что конкретно сегодня у меня случился склероз, и я забыла ее использовать, хотя я приготовила ее, положила вот прям перед собой, а потом, когда дело дошло до ресниц, я взяла другую тушь. Но, тем не менее, я вам обязательно засниму до и после, как я ее крашу, чтобы вы посмотрели на нее в действии, тоже посмотрели, какой эффект она делает. У нее вот такая достаточно агрессивная, шипастая силиконовая щеточка, и эта тушь очень-очень-очень сильно понравится тем, кому в первую очередь нужно разделение, кому нравятся вот такие вот пушистые разделенные ресницы, не склеенные, которые вот как бы больше на объем, потому что я вообще разделяю все туши на два варианта. Первый, это когда начинаешь красить, и сразу тушь вот комками липнет, и есть вот такие, которые с первого раза наносишь, и такое впечатление, что она не липнет к ресницам, но чем больше ты ею работаешь, тем больше она именно красиво держит ресницы вот такими вот разделенными, но по чуть-чуть, по чуть-чуть наслаивается. Вот это именно вот этот вариант. Потрясающе разделяет, абсолютно не склеивает. Идеально подойдет для тех, у кого более длинные ресницы, потому что с моими короткими эта щеточка немножко агрессивно себя ведет. Я когда пытаюсь вот так вот хорошо пробраться прям вот под корень, то пару раз я себе в глаз ею тыкала, что было совершенно неприятно. Тушь классная, могу однозначно ее советовать, и буду ее 100% использовать дальше. Ну а теперь давайте сосредоточимся с вами на лице. И первое, что я буду наносить, это их новый праймер 10 в одном. Не пожалели пунктов, здесь целых 10 накатали. Называется этот праймер Tensational 10-in-one Dream Primer. Здесь 30 мл, и здесь вот прям все 10 пунктов записаны, чтобы вы ни в коем случае не забыли. И вот прям по пунктам могли проверить, сходится это все или нет. В общем, это праймер, увлажнение, эффект сглаживания морщин, натуральное сияние, против загрязнения окружающей среды, антиоксидантное действие, сглаживание пор, сглаживание оттенка кожи, ну, здесь я не совсем согласна, ну, ладно. Также сглаживание недостатков и защита от ультрафиолета SPF 15. Я вообще, когда вижу вот такой вот комбайн, все в одном, во мне включается огромный скептик, я думаю, ну, чё, реально, вот вы сделали такой вот продукт, который вот прям 10 в одном. Я заглянула в состав, здесь основное действие, конечно, идет за счет силиконов, ну, вот это вот все сглаживание и так далее, но тут в очень большой концентрации, тоже не оценомиться, что им огромный плюс. И вообще, я специально оставила этот праймер, и хочу сейчас нанести его на лицо, чтобы вы посмотрели. Вот это единственный праймер из бюджетной категории, который мне действительно понравился, как вот такой вот, знаете, все в одном. То есть он и сияние реальное добавляет на лице, то есть не эффект такой живой статуи, когда вы просто металлик какой-то наносите на лицо, а реально появляется свечение, красивое свечение на лице, при этом продлевается стойкость, сглаживается действительно текстура лица. Вот практически по всем пунктам я действительно с ними согласна, за исключением, наверное, вот единственного пункта, вот этого восьмого, что он выравнивает общий тон лица. Здесь я не согласна, потому что, ну, все-таки это праймер, это не тональная основа. Как видите, он такого вроде бы как телесного оттенка, но в то же время он, когда растушевывается, то становится прозрачным на лице. И вот, смотрите, я сейчас его нанесу. Я хочу, чтобы вы посмотрели на эффект от него. Очень приятный такой цветочный аромат. Я абсолютно не ощущаю какого-то силиконового, такого, знаете, скользкого, противного слоя на лице. Вот очень приятно. Такое впечатление, что я просто увлажняющий крем нанесла. И вот я не знаю, смогла сейчас камера передать этот эффект или нет, но кожа у меня гораздо более светящаяся, текстура сглажена, поры как-то немножко заблюрены. В общем-то, мне очень понравился эффект от этого праймера. Дональную основу К3 снова не выпустили, поэтому я за кадром нанесла уже то, что было у меня в коллекции. И мы с вами можем дальше продолжать оформлять лицо, потому что следующий продукт, который я хочу вам показать, это тоже новинка, палетка, которая называется Luminize Highlight and Bronze Glow Palette. У меня конкретно это номер 20, который называется Feel Good. И 20 номер это именно палетка двух хайлайтеров и бронзера, потому что у них есть, по-моему, еще 10 номер, и там вместо бронзера румяна. Здесь вот этот бронзер достаточно светящийся, и если для лета это актуально, скажем так, то для осени, ну, я не совсем уверена, насколько это актуально будет. Ладно, давайте чисто в качестве демонстрации я вот сейчас нанесу вот этот бронзер на лицо. Сейчас у меня на скулах вообще абсолютно ничего нет. Ну вот как-то так этот бронзер выглядит. Надеюсь, вам сейчас видно. Во-первых, он очень светящийся. Такое впечатление, что у меня уже хайлайтер тут нанесен, хотя нет. А ну-ка я сейчас попробую еще свет немножко приглушить. Может быть, вот так вот будет еще лучше вам видно. И тут настроечки подковыряют. Так, нет, нет, вот так. Я вот скорее не буду использовать его именно вот так вот в качестве бронзера, потому что для меня это слишком светящийся эффект. Но если продублировать это с корректором каким-то или с бронзером, вот сейчас я нанесу немножко корректора. Ну вот как-то так, мне кажется, немножко лучше. По крайней мере, вот в зеркале то, что я вижу, мне больше нравится, потому что есть и тень вот эта вот скуловая, и в то же время есть вот это бронзовое живое свечение. Ладно, давайте пока эту палетку оставим. Я сейчас хочу нанести румяна. Румяна у меня тоже есть новенькие. Они называются Blush Box, и у меня это номер 20, It's Wine O'Clock. Согласно пресс-релизу Catrice, у них вышло две вариации этих румян. Вот эти более такие, как сливово-розовые. А еще у них есть второй вариант. Он такой какой-то кораллово-розоватый, более яркий. Вот этот более приглушенный. Мне кажется, на осень-зиму, кстати, вот этот вариант более подходящий. Но здесь, как всегда, хозяин-барин, что кому нравится. Румяна, кстати, тоже очень пигментированная. И вот я так набираю на кисть, потом несколько раз снимаю, а потом только начинаю наносить, и то, в принципе, вот я вижу сразу, как переносится пигмент. Эффект от этих румян такой действительно зимний, морозный, я бы сказала. И мне кажется, вам опять сейчас просто абсолютно ничегошеньки не видно. Поэтому я снова прикручу тут настроечки. Вот, надеюсь, что так вам будет лучше видно этот оттенок румян. И закончим давайте вот этими хайлайтерами. Здесь в палетке две вариации. Один хайлайтер очень деликатный, прям практически матовый. Еле-еле такой сатиновый эффект он дает. И второй более насыщенный. Я предлагаю начать с вот этого, который более деликатный. Вы посмотрите, как он добавляет, какой эффект. Нельзя сказать, что его вообще не видно. То есть его, в принципе, видно. Он все равно создает эффект хайлайтера, добавляет свечение. Ну вот, как я надеюсь, сейчас это видно. Просто это не металлическое свечение, не такое яркое, не броское свечение. Кстати, я вот сейчас наношу. Знаете, на что мне похож этот хайлайтер? На Шарлотту Тилбери вот этот вот хайлайтер. А сейчас я даже их сравню рядом. Вот вы знаете, текстура прям очень похожа. Единственное, Катрис немножко более светлый оттенок, но текстура прям один в один. Ну и теперь я буду усиливать свечение с помощью вот этого хайлайтера. Кстати, что мне тоже нравится в этой палетке, оттенки между собой сочетаются. То есть нет такого, что бронзер там какой-то с красным подтоном, а хайлайтер ярко выраженный какой-то желтый. Как иногда, кстати, бывает в разных палетках, что меня всегда дико раздражает просто. Но вот этот, да, он такой более насыщенный. То есть это уже именно скорее ближе к металлику эффект. Ну и мы с вами почти закончили. У меня осталось только три продукта для губ. Это три новинки. Первое, что я буду вам показывать, это, наверное, будет вот эта вот помадка. Она называется Lip Glow Glamourizer. И выпущен был один-единственный оттенок, номер 10. One Gold Fits All. Вообще, я когда впервые попользовалась этой помадой, она мне очень сильно напомнила ту, которую я очень люблю в последнее время. Это помада от Lancome. Естественно, гораздо более дорогая версия. Называется L'Absolu Mademoiselle Shine. У меня оттенок 322 Shine Bright. Они даже по оттенку, мне кажется, очень похожи. Катрис немножко более яркая. В общем-то, в чем смысл? Обе эти помады супер такие, как гелевые и увлажняющие. Единственное, Lancome все равно здесь выигрывает в моих глазах. Потому что после ее нанесения такое впечатление, что у вас растопленное сливочное масло на губах. Очень приятный эффект. Вот эта позиционируется немножко по-другому. Она позиционируется как помада, которая выглядит немножко по-другому на разных людях. То есть она подстраивается под конкретно ваш pH-баланс. И чем она мне нравится меньше, чем Lancome, это тем, что у нее есть блестки, которые немножко ощущаются на губах. Для тех, кому это неприятно, они этот эффект на губах заметят. Вторая помадка, которую я хочу вам показать, очень прикольная. Это линейка Demi Matte. У меня это оттенок номер 20. И вообще, когда только смотришь на эту помаду, она очень прикольно выглядит. Такое впечатление, что она бархатная на вид. Но, к сожалению, это только верхнее покрытие. Как только вы начинаете ею пользоваться, этот бархат моментально стирается. И вы получаете просто вот такую вот полуматовую помаду. В последнее время я смотрю, что много выходит вот такого рода формул на рынок. Потому что, мне кажется, уже многие устали от жидких матовых помад, но еще не устали от матового эффекта на губах. Но хочется что-то немножко более комфортное. Так вот, если вам хочется немножко что-то более комфортное, чем жидкая матовая помада, вот попробуйте что-то вот такое. И что касается ощущений на губах, то это такая как припудренная текстура. То есть такое впечатление, что на нее с обычную помаду, а потом сверху слегка припудрена. И последнее, что я вам покажу, это новый блеск. Он называется Generation Plump and Shine. Вообще, эта линейка не новая. Я вам вот, по-моему, это из летней коллекции у меня блеск. Просто они каждый раз добавляют оттенки в зависимости от сезона, от коллекции. В общем-то, в этот раз в коллекции вышло три оттенка. У меня это номер 90, который называется Golden Zircon. Вот этот, грубо говоря, практически прозрачный, но он добавляет эффект свечения и металлика. Блеск это достаточно приятный, не липкий, скорее такой вот как гелевый. Единственное, если нанесете много, конечно, будет собираться с внутренней стороны губ. Но этим страдают многие блески. Это, в принципе, минус вот такой вот гелевой текстуры. А у меня на этом все. Если вам понравилось это видео, то не забудьте перед уходом поставить ему палец вверх. Если вы впервые на моем канале или еще не подписаны, то можете подписаться. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. Также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.